Будет построен необычным образом сегодня вебинар. Я надеюсь, что где-то полтора часа нам хватит для работы, но дай Бог, чтобы он не затянулся до двух часов. Что будем делать? Сначала будет немного теории, но теория, она всегда все равно с упражнениями, с примерами по денежной программе, из чего состоит денежная программа наша финансовая. В этом нужно хорошо разобраться. И в момент, когда мы будем разбираться на тех примерах, которые буду приводить, и мой личный пример будет в самом начале, каждый из вас сможет отслеживать, какие элементы этой программы сейчас присутствуют у вас, для чего все это нужно. Чтобы поменять денежные убеждения, нужно сначала обнаружить, какие они есть, и дальше уже с ними работать. И вот все то, что я буду рассказывать о финансовой программе, как она строится, с чего она состоит, почему вообще мы об этом говорим. На своих листиках, если они у вас есть, отмечайте, пожалуйста, что вы замечаете обычно за собой. Это первый момент. Второй момент. Вы отмечаете то, что резонирует вам. И третий момент. Если вам приходят свои личные инсайты, осознание, понимание, или какие-то вопросы к самому или к самой себе, пожалуйста, тоже на листик обязательно переносите. Это тот материал, с которым вам, возможно, придется работать либо на нашем тренинге с Александром Чедриком, либо в самостоятельной работе. Либо вы найдете себе в пары человека, которого тоже интересует его личная финансовая сфера, и вы в парах будете прорабатывать эти вопросы. И в самом завершении нашего вебинара мы проведем диагностическое упражнение. Оно практически будет длиться одну треть нашего вебинара, где четко мы с вами увидим ваши денежные убеждения и ваши финансовые денежные программы. Прорабатывать их, менять убеждения, трансформировать мы не будем. Сегодня я только дам технику, одну из многих, которой можно пользоваться для того, чтобы это можно было заменить. Но основные все действия по проработке и по трансформации денежных убеждений проходят на нашем месячном онлайн-тренинге. Я о нем немножко позже расскажу. Итак, первое, с чего начну, я не буду вам рассказывать о примере каких-то неизвестных вам людей. О том, как мне нужно... Я на своем примере хочу вам, чтобы вы отследили, какой денежной программой руководствовалась я в течение своей жизни. Как эта программа навязывалась мне родителями и что это за программа. И поэтому вот такое вам задание. Сейчас внимательно послушать. С одной стороны, вы немножечко больше узнаете обо мне. Я просто сейчас практически буду оголяться перед вами. Расскажу немного больше о своей жизни. А с другой стороны, это будет очень хороший пример, чтобы научиться отслеживать денежные программы свои и других людей. Итак, в конце рассказа обо мне, пожалуйста, напишите, какие вы заметили денежные программы у моей семьи, какие вы заметили денежные программы, которые работали у меня, но перестали работать, и какими денежными программами, например, я руководствовалась, чтобы прийти к тем целям, к которым я пришла. И, возможно, кто-то из вас заметит, а какая сейчас у меня денежная программа. Вот. И не забывайте отслеживать, денежная программа в плюс, и денежная программа, возможно, в минус. Кто что заметит. Мне будет очень любопытно. Я с вами очень-очень искренне поделюсь. Итак, я жила в многодетной семье, в обычной украинской многодетной семье, где родители не хватали звезд в карьере, они просто были обычными разнорабочими с совсем стандартной маленькой заработной платой. И я не знаю, как, например, в ваших сценях вас оценивали, да, и возлагали ли на вас надежды, но на меня, как на единственную девочку и было два мальчика, никаких особых надежд в плане финансов, успеха или карьеры никто не возлагал. Для моих родителей было важно, чтобы я маломальски выучилась, желательно, чтобы закончила педагогический техникум, институт, это вообще вау-вау-вау, и вышла успешно, удачно замуж. А им нужно было поднимать на ноги мальчика. А вот мне было очень важно утвердиться и доказать обратно. Я поэтому очень много читала, старалась очень много зарабатывать с самого маленького возраста, чтобы всегда у меня были денежки, чтобы я, ну, как будто бы была самостоятельной личностью, и таким образом я вот очень всегда стремилась к успеху. Чего я хотела? То ли денег, то ли независимости, то ли самореализации, то ли чего-то просто доказать родителям, я не знаю, но я буквально была одержима успехом. Я всегда говорила, «Я вырвусь из этих злыдней, я уйду из вашего дома, я не буду так тяжело работать, как работаете вы». И вот все мои усилия были на то, чтобы не жить так, как жили мои родители. Мои родители ходили на работу, а в свободное от работы время занимались очень маленьким частным бизнесом. Они выращивали цветы. Это невероятно трудный бизнес, невероятно трудозатратный, и они вовлекали нас, детей, в этот бизнес. Так как я жила в их доме, мне практически противостоять, я практически, как ребенок, не могла этому противостоять, но внутри я невероятно злилась. И любые просьбы о деньгах, о покупках, о поездках всегда завершались тем, что у нас нет денег, деньги трудно, Марина, застаются, мы что, их печатаем, ты видишь, как мы тяжело работаем, и нам хватает на самое необходимое. А если деньги и были, когда в сезон цветы хорошо продавались, то деньги всегда откладывались на будущее, на лучшую квартиру, на закупку новых черенков, цветов, на построение более крупной теплицы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мне до такой степени не нравилось то, чем занимаются мои родители, потому что трудились они много, зарабатывали они мало, и я решила для себя, что создание собственного бизнеса это гиблое дело, это вообще никому не интересно, это очень сложно, денег оно не приносит. То есть я таки сделала выводы и решила с 18 лет, что я буду строить свою собственную карьеру. И этим я занималась до 32 лет. Я строила свою карьеру. До 27 лет результаты у меня были так себе. Но я пахала, как заведенная, и цель моя была, как вы понимаете, самая главная цель, которую я себе ставила, мне нужно было купить квартиру, мне нужно было вырваться из семьи, и мне казалось, что это счастье превеликое, успешность превеликое. И через 6 лет такого непосильного труда я работала не просто на одной работе, у меня всегда были подработки, я работала во всех MLM-компаниях, которые можно было представить на тот момент и одновременно совмещать. Все я это испробовала, и за 6 лет откладывания денег я наконец-то накопила на 90% от стоимости такой долгожданной квартиры в Киеве. И практически каждый месяц пересчитывала эти денежки, несмотря на то, что мне не хватало на еду, мне не хватало на одежду, мне не хватало на путешествия, на времяпрепровождение своими друзьями. Я вот очень жестко себя ограничивала, и мне нужно было накопить на эту квартиру. И в какой-то момент цены взлетели так резко и так высоко, что я проснулась в один день, и из 90% стоимости моей квартиры у меня оказалось всего 50%. Естественно, я была ошарашена, и для того, чтобы хоть как-то сохранить свой денег, мне хватило ума и смелости взять кредит под эту же квартиру. И, естественно, я очень быстро купила квартиру, мне нужно было выплачивать кредит, и это меня сподвигло к тому, что я должна была искать другую работу, которая приносила больше денег, потому что мне и так их не хватало, теперь нужно было выплачивать кредит. В общем, работать я начала еще больше. У меня практически не было выходных, параллельно все это было с обучением в институте, потом в университете. У меня был такой так называемый синдром, лохмесский синдром. Это когда все знают, что есть лохмесское щедовище, но никто его никогда не видел. Так и я знала, что есть где-то большие деньги. Вот у кого-то они есть, но только не у меня. Вот в таком синдроме я жила. Но я вам скажу, что мне повезло, у меня был замечательный наставник. На тот момент это был руководитель компании, в которой я работала. И вот он мне, он всегда наставлял меня, он помогал мне. Сложно было меня не заметить. Я невероятный трудоголик и активистка была. И поэтому он мне всегда говорил, Марина, если тебя не устраивают результаты, меняйся. Ты не используешь свой потенциал. Развивайся. Я уже думаю, боже, ну я еще 24 часа работать, и ну просто все, ну как бы можно просто откинуть какой-то. Ну как, куда развиваться. И я тогда интерпретировала это как обучаться больше искусству переговоров, делопроизводства, управления финансовым предприятием, взаимодействия с сотрудниками, лучше понимать, как людей брать на работу, как ними управлять. То есть я больше вкладывала знаний туда. Но, честно говоря, результатов не было никаких. Мои проекты не давали тех денег, о которых я мечтала. Я обратилась к нему за помощью и говорю, что я не понимаю фразы, которые вы говорите, все, что я не делаю, не работает. И говорит, что же я не так делаю? Он мне говорит, ты все не так делаешь. В принципе, ты все правильно делаешь. Ты действительно выкладываешься, много работаешь, но ты делаешь это из страха. Ты боишься, что завтра тебе не хватит, как будто бы ты боишься, что завтра тебе не хватит денег. Расслабься, посмотри на меня, я успешен, у меня много денег. Ты работаешь с руководителями крупных, известных в Украине предприятиях. Это люди миллионеры, они тоже успешны. Они не бегают, как ты, как белка в колесе. Посмотри на их образ жизни, посмотри на их мышление, и ты все сама поймешь. Это был такой очень важный краеугольный момент в моей жизни и совет в моей жизни. Я начала наблюдать за этими людьми и со временем поняла, что действительно у них совершенно другой не просто образ жизни, у них другой образ мышления, другой подход к деньгам, к бизнесу, к людям, к жизни вообще в принципе. И с того момента я прошла первый свой тренинг и начала исследовать свои личные денежные убеждения. И что я обнаружила? Что несмотря на вот это всё, своё такое огромное желание достичь невероятного успеха, я очень боялась денег. И не просто боялась денег, у меня был страх создать богатство и его потерять. Вот я боялась неудачи, боялась быть и богатой одновременно, и быть небогатой. Со временем вот я осознала это, и у меня дела пошли вверх. Я буквально, если 6 лет я собирала на одну маленькую квартиру, выплачивала очень тяжело кредит, то за 3 года мне удалось заработать очень-очень большое количество денег. Я стала владелицей трёх квартир в Киеве, я купила себе два автомобиля. Вот мой новый образ мышления, после работы с убеждениями личными, после того, как я увидела, как работает моя денежная программа, откуда ноги растут, я совершенно, в принципе, делая то же самое, начала получать другие совершенно результаты. Со временем, ну, произошло так, что я даже уволилась с работы, и я создала свой пассивный доход, я много путешествовала по миру, и сейчас я освоила новую профессию, и сейчас вот я занимаюсь финансами, я занимаюсь проектами в сфере финансов, проектами в сфере здоровья, и, в принципе, могу не работать. Но что странное, я даже пост недавно написала у себя шуточный на страничке, что работая третью неделю без выходных, уже не радуешься пятницам, и не сильно расстраивают понедельники, и только среда всегда, это просто какой-то ужас, её нужно пережить. Вот, то есть, несмотря на то, что мои доходы действительно выросли там в сотни раз, и я могу позволить себе не работать, я очень-очень много работаю, я очень много работаю. Вот скажите, пожалуйста, кто в этой моей истории, какие заметил мои денежные программы, которые были в моей семье, которыми руководствовалась я, пока не заработала, например, то количество денег, которое позволило мне там обеспечить себе безбедную жизнь, и какое вы думаете сейчас, у меня денежные убеждения. Давайте, ваши предположения. Что смогли заметить? Я потом скажу, как вижу это я. Жду, жду, жду. Чтобы зарабатывать, нужно много работать. Программа была и осталась... Точно! Ольга, спасибо. Действительно, это та программа, которую я не отработала. Чтобы нужно... Любой успех даётся тяжёлым трудом. Да, это вот та моя планочка ещё осталась, которую я хочу покорить. Только тяжёлым трудом можно зарабатывать деньги. Точно. И родители мне очень виртуозно передали эту программу. Для девочки главное – удачно выйти замуж. Нет, к сожалению, эту программу они мне не передали. Лучше бы у меня от обратного пошло. Женщина не может зарабатывать деньги. Ну, это не про меня. Вот. У меня как раз всё хорошо здесь получается. Вот. Смотрите, Андрей, от обратного программы иногда родители навязывают... И мы им верим, мы доверяем полностью тому, что они говорят, и перенимаем их модель мышления и поведения. А бывает от обратного. Как будто бы ты делаешь всё наоборот. Ты не становишься... Как будто бы другой конец той же проблемы. Правильно. Вы заметили всё верно. Часть своих денежных убеждений, часть своей денежной программы я отработала. И сейчас моим родителям, моим вообще всем родственникам результаты, которые у меня есть, там, квартира, в которой я живу, блага, которыми я пользуюсь, и то, как я могу, например, им помочь, для них это просто что-то невероятное. Это за гранью их вообще понимания и за гранью их возможностей. То есть я отработала эту финансовую программу, но по поводу тяжёлого труда вы все чётко, точно заметили, что здесь нужно ещё работать и работать. Ещё вот, знаете, что я заметила, какую очень удивительную и важную вещь, начав проводить тренинги. Проводишь тренинг, приходят люди, находятся в вебинарной комнате или находятся на занятии, ты им даёшь те же принципы, те же методики, те же примеры говоришь. Одни берут на вооружение эту стратегию, которую ты им преподдаёшь, выходят, и у них очень такие весомые результаты. А другие, которые тут же находились в этот же момент, вот с ними они уходят, и с ними ничего особенного не происходит. И вот тут вот до меня дошла такая мысль, что имея даже самых замечательных учителей и самые невероятные возможности, если в голове беспорядок, то не жди изменений, а жди больших проблем. И мы с Александром Чедриком, вот пройдя каждый свой путь, он свой, я свой, посетив много тренингов, прочитав много книг, плюс руководство собственным опытом, мы создали с ним тренинг «Путь богатства», где мы как раз используем все эти методы, технологии, техники, которые помогают нам работать с нашим мышлением, потому что мы и дальше растём, и дальше развиваемся. Я, например, перешла ту планку страха, связанную с международными инвестициями в крупных размерах и проинвестировала в несколько ряд инструментов деньги. Это тоже такая вот финансовая планка. Поэтому мы на своих тренингах тоже делимся, как к этому идти, как с собой работать. У меня к вам вопрос. Алексей, спасибо. У меня к вам вопрос. А кто пришёл сюда учиться? Поставьте плюсик. Ну, я вам скажу, что это был вопрос с подвохом. Это каверзный вопрос. И нам на самом деле мешает не недостаток знаний, а их наличие. Мы так много знаем всего ненужного о деньгах, что нам нужно часть из этого просто забыть и разучиться, отучиться думать по-прежнему, отучиться от прежнего образа мыслей в отношении финансов. Потому что именно они привели вас в ту точку, которая сейчас у вас есть. Если вас всё устраивает, то окей. Тогда отучиваться не нужно. Но если что-то не устраивает, то вам тогда нужно не новое знание, а вам нужно отучиваться от того старого, что привело вас к не тем, немножко финансовым результатам. И здесь я вам скажу, важно найти способ, как вы будете отучиваться и приобретать новый опыт. и если вы уже определились, нужно довериться. Обязательно довериться. И чтобы вам было понятно, о чём я говорю, что такое довериться, когда я хочу поменяться, я вам приведу один из анекдотов, который я люблю. Идёт человек по краю обрыва и неожиданно теряет равновесие, срывается, летит и в какой-то последний момент хватается за корни, в корни, висит, из последних сил он пытается позвать на помощь, кричит, «Помогите, помогите кто-нибудь!» Никто не отвечает. Человек всё кричит и кричит, «Ну кто-нибудь, ну помогите!» И, наконец, прислушиваясь, слышит раскатистый голос, «Это я, Господь! Я помогу тебе! Разожми пальцы, доверься мне!» И знаете, что ответил человек? Он сказал, «Эй, там кто-нибудь ещё есть?» Вот вывод напрашивается сам по себе. Если вы хотите подняться на новый качественный уровень жизни, вам обязательно нужно разжать свои пальцы, отказаться от прежнего образа жизни, поступков и довериться новому опыту. И результаты действительно не заставят себя ждать. И это краеугольный камень. В моменте, когда вы проходите тренинги, читаете книги, когда вы приходите на вебинары, запомните вот этот анекдот или эту историю, или рассказ. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а зависит ли мастерство пианиста от навороченности его фортепиано? Вот что важнее, мастерство пианиста или крутой инструмент такой вот известный, крутой, навороченный фортепиано. Что важнее? Мастерство. И несложно догадаться из этого примера, что точно так же по поводу финансов. Действительно, внешние – это просто инструменты. Важно то, что у тебя внутри. И это один из тех законов, по которым есть два вида факторов. Внешние факторы финансовые и внутренние факторы финансовые. Вот в нашем тренинге внешними факторами занимается Александр Чедрик. А я занимаюсь теми внутренними факторами, которые, если правильно проработать, все поставить на места и в голове все будет по полочкам, то только тогда вы можете воспользоваться теми замечательными финансовыми инструментами и внешними финансовыми факторами и действительно перейти на новый уровень финансовой жизни и поменять свою денежную программу. какие внешние факторы, какие внешние финансовые законы, что нужно знать, как это проявляется. Это умение вести финансовый отчет, следить за своими доходами и расходами, это разбираться в инструментах финансовых, умение разбираться в инструментах инвестирования, знать правила управления финансовыми потоками, капиталами, бизнесом. А чтобы понять, как работают внутренние законы, как думать и что нужно, нужно за собой на самом деле понаблюдать. Как вы рассуждаете, что вы верите, какие у вас привычки, насколько вы в себе уверены, как относитесь к другим людям, доверяете или нет окружающим, верите ли в то, что заслуживаете большего или лучшего. Вот эти все вопросы определяют ваши внутренние финансовые законы. Способны ли вы действовать вопреки своему страху и в состоянии ли вы вообще работать, если у вас, например, плохое настроение или нет желания. Вот это определяет ваши внутренние финансовые законы, вашу внутреннюю финансовую программу. Согласны? У подавляющего большинства причина их бедности и их негативной финансовой программы «Неготовность зарабатывать и хранить большие суммы денег». Этому подтверждению могут быть люди, которые выиграли в лотерею. Это всем известно, эти факторы. И большинство из выигравших в лотерею очень быстро возвращается к своему изначальному материальному положению. А часть из них еще и опускаются ниже и попадают в долги. Эти все примеры известны, они общедоступны. И противовес этому, если человек, который умеет своим умом зарабатывать деньги, зарабатывать миллионы или сотни тысяч долларов, если с ним случается кризис, если с ним случается нечто, и он теряет деньги, он может легко, большая вероятность того, что он легко быстро возвращает их обратно. Очень классный пример и показательный пример, кстати, в отношении Дональда и Трампа известного. Он владелец миллиардеров, который в один момент потерял все до цента. Но потом, через несколько лет, он вернул себе свои деньги и еще и более того, их приумножил. И вот тут вот, вот эти примеры говорят о том, что у каждого из нас, и у вас сегодня присутствующих, есть свои финансовые стабилизаторы. Вот стабилизатор Дональда и Трампа, он запрограммирован на миллиарды. А есть люди, у которых финансовые стабилизаторы запрограммированы на миллионы. А есть те, у кого на тысячи, а есть те, у кого на сотни. И печально, но есть те, у которых не срабатывают финансовые стабилизаторы. Они постоянно в нуле. им никогда не хватает денег, и они не могут, к сожалению, понять, почему с ними так происходит. И тут мы с вами подошли к понятию финансовой принципов финансовой успешности. Он звучит так. Если ты хочешь новых финансовых результатов, измени свою финансовую программу-мышление. То есть, когда ты меняешь мышление, автоматически в событийном потоке твоей жизни меняются результаты. Даже если ты в том же бизнесе, ты на той же работе, ты в том же рынке, в той же нише, твои результаты поменяются, потому что ты будешь исходить из других совершенно соображений. Никто с вас, я думаю, не будет спорить, что мы живем в мире причинно-следствий. Вот, и недостаток, это и денег, это и есть следствие. Важно найти причину. Она в наших финансовых программах. Есть такие логические уровни, если кто их знает, их используют в ОМПИ, в коучинге. А есть еще вот такие четыре плана бытия, в которых с нами происходит вся наша жизнь. И эти четыре плана бытия, это физический план, ментальный план, эмоциональный план и духовный план. Так, я смотрю, вы мне тут пишите, нужно вам ответить, посмотрю, секундочку. А вот в Италии, Франции, где я была, есть примета такая, если что есть вести, то деньги можно привлечь. Кто во что верит. Мое название, оно просто шуточное. И для большинства граждан бывшего Советского Союза или страны СНГ, оно как негативное. В связи с тем, что мы больше в вебинарах говорим о той негативной нашей части установках, страхах, убеждениях. Потом я так и назвала. Оно шуточное, но очень о серьезной теме. Итак, мы все, наша вся жизнь проходит в четырех планах. Физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. И для того, чтобы разобраться с финансовой нашей программой, надо понять, как мы действуем на всех этих четырех уровнях, когда речь идет о деньгах. Приведу вам пример, чтобы вы понимали, как эти четыре плана бытия действуют в реальной жизни. Ну, например, вы написали, вы подготовили презентацию или вы написали письмо в компьютере. Нажимаете на печать и принтер выдает вам печатное письмо, печатный вариант того, что вы напечатали. Вы берете, смотрите на лист и видите там ошибку или опечатку. И вот, если вы будете на физическом уровне пытаться решить проблему, что вы будете делать? Ну, вы возьмете ластик, резиночку и начнете, если решить на физическом уровне. Потому что физический уровень вот этого действия – это принтер. Физический уровень – это листик. Вы вытрите на листике ошибочку и начнете печатать второй такой же листик. И вам этот листик распечатается обратно с ошибкой. Вот если снова решать на физическом уровне эту проблему, вы снова вытрите, вы исправите все. Но каждый последующий листик будет выезжать с новой ошибкой. И это же не мистика. Просто не на том уровне решается проблема. А проблема решается как раз на уровне программы. Надо зайти в компьютер и исправить ошибку внутри самой программы, внутри компьютера. Вот это такой пример, который дает понимание о том, что наши мысли, они всегда… Что невозможно решить проблему на физическом уровне, если ты ее на ментальном не разрешил. Для изменений важно понимать, что мысли, чувства, действия и результат – это одно единое целое. Мысль, она всегда должна рождать действия. И вот к вам вопрос. Какого качества мысли вы рождаете? Какого качества мысли вы рождаете, такая у вас финансовая программа, такое у вас количество денег в кошельке. Есть понятие рефлексия мозга, а есть мысли для действия. Рефлексия мозга – это когда мы просто рефлекторно делаем то, что давно уже отжило, то, что в нашей жизни не работает, а мы машинально это делаем на уровне рефлексов. А мысли для действия – это тогда, когда вы, совершая действия, понимаете, какая их причина, что вообще вас побуждает действовать. Тут понятно? То есть когда вы, рождается мысль, и вы от этой мысли начинаете действие, задавайте себе вопрос, что меня побуждает, исходя из чего я так действую. Ну вот, к примеру, когда вы хотите спать, что начинается сначала? Как мы ложимся спать? Вспоминайте. Возникает мысль уже поздно. И что вы тогда чувствуете? Вы так себя ощущаете. Так, я хочу спать, не хочу спать, успал, не устал. Эмоции, чувства. И тут вы себе отвечаете. Ну да, устал, очень. До этого вы вроде бы как пять минут и не вспоминали, что вы устали. Но как только родилась мысль, она опускается в тело, вы чувствуете в тело, и вы делаете действие. И результат какой? Вы пошли отдыхать. Вот так работает. Вот это и есть единство вот этих четырёх действий. Мысль всегда возникает первой, потом эмоция. Потому что очень многие спорят и спрашивают, а что первее, мысль или эмоция? Мысль в иерархии всегда выше. Например, если я вам сейчас скажу слова «море», «солнце», «пляж», «кофе», что будет возникать? Будет возникать эмоция. Да? Для чего это важно понимать? Для того, что ваши мысли влияют на ваши результаты. Есть ещё один крутой аспект мысли. Я недавно совершенно о нём узнала. Посмотрите, вокруг вас всё, что вот есть вокруг вас, всё, что вы пьёте, всё, что вы едите, всё, на чём вы сидите, всё, что на вас одето, это результат чьих-то мыслей. Только посмотрите, вначале было слово «результат». Результат чьих-то мыслей и эмоций, соответственно. Так вот, есть разница между мыслями. Одни мысли приносят деньги, а другие их забирают. Вот именно поэтому я сегодня и провожу вебинар. И тренинг 22-го мы проводим для того, чтобы помогать другим людям менять одни мысли на другие, чтобы были другие результаты, другие будем переписывать в финансовую программу. Ещё к вам вопрос. А как вы думаете, если у вас возникла мысль купить, например, новый телефон, это результат ваших мыслей или результат чужих мыслей? Такой тоже вопрос с Каверди. Смотрите, вам пришла идея нечто купить. Это результат ваших мыслей или чужих? Как вы думаете? Чужих 5 баллов. Правда, чужих. Кто-то предварительно подумал о том, что вам нужно продать телефон, ноутбук, тренажёр, какую-то новую безделушку. Понимаете? Так устроен мир. Главное, что нужно усвоить на данный момент, мысли влияют на действия, а действия повторяются из раза в раз и меняют мысли. Это такой постоянный круговорот. Нельзя изменить мысль на уровне мысли, только на уровне мысли. Почему не работают аффирмации? Почему не работает, когда вы долго себе говорите и утверждаете, что вы успешны, что вы богаты, что вы счастливы? Понимаете? Потому что мысль не меняет мысль. Мысль влияет на действия. Действие раз за разом меняет мысль. Понимаете, да? Взаимосвязь мыслей с действием. Только так это работает. И в этом механизме вообще нет никакой магии, нет волшебства или эзотерики, самовнушения и прочего. Это чистая наука. Мозг всегда реагирует на внешний фактор. Мозг — это мысли, реагирует на действия, внешние факторы. И меняет свои стереотипы, меняет свои поведения, создавая новые нейронные связи. Вот такой процесс эволюции мы переживаем, когда занимаемся саморазвитием. И классно это саморазвитие начинать именно с денежной темы. Потому что решив свои вопросы с деньгами, 95% других проблем в жизни у вас отпадет автоматически. А если и возникнуть, то это уже не проблемы, это уже просто траты. Если мы пришли к тому с вами, что у нас в голове постоянно рождаются мысли, которые влияют на действия, а где эти мысли берутся? Их очень много. Какое-то там хранилище в голове, и они постоянно оттуда продуцируются. А где в этом хранилище они, вот откуда они собирались? Ваше соображение на этот счёт? Как они туда вообще попали? Откуда вам то огромное количество мыслей, которые у нас в голове берутся? Как это хранить? Точно, да. Правильно. Внешняя среда, семья. Вы пишете друзья. Алена пишет окружение. Правильно. Из увиденного. Прошлое. Там, есть, так. Всю нашу жизнь в денежной сфере, как, впрочем, и в другой сфере, определяет три основных фактора. Вербальное программирование. Это то, что вы услышали, и чаще всего, что вы услышали в детстве. Это подражание. Это то, что вы увидели в основном в детстве. И ваш личный опыт. Это то, что с вами происходило в детстве. Ну что, готовы ответить на самый главный вопрос, на миллион долларов? Какая ваша нынешняя денежная программа и ваша личная программа успеха? Что вас толкает на успех или неуспех? Вообще, как вот складывается доходная сторона в вашей жизни? Вот вы задумывались. У вас постоянный заработок? Ответьте сами себе. Или он нестабильный? Знаете, как бывает? То есть, то нет, то есть, то нет. И люди, как правило, говорят одно и то же в большинстве своём. Вот у меня была хорошая высокооплачиваемая работа, но компания закрылась. Я открыл хороший бизнес. И всё было замечательно, но мы разошлись с партнёром. И бизнес у меня начал загибаться. Я как-то там вырулил, но тут грянул кризис. И бла-бла-бла-бла. Люди постоянно обманывают себя. Они всё время ориентируются на внешние факторы и не понимают, что всё дело в их личной финансовой программе. Они так запрограммированы. Конечно, сложно представить, и как это так, что спад на рынке недвижимости, вот сейчас мы наблюдаем там, или постоянные курсы, скачки курса гривны и доллара, или крах бизнеса, или там дорожание доллара. Как это часть моей программы, которую я сам создаю. Людям сложно осознать. А всё очень просто. А кто принимает решение, чтобы купить или продать доллар в неподходящий момент? А кто принимает решение создать тот или иной бизнес и принимает решение по его управлению? Или кто принимает решение пойти на ту или иную работу или купить недвижимость в ПИК и не продавать её? То есть мы принимаем решение согласно нашим финансовым программам. Мы просто привыкли всё время придумывать внешние причины для того, чтобы не работать с самими собой. Согласны? Мы сами постоянно принимаем эти решения. Я вам скажу, что женщина, которая вот... Очень часто приходят женщины на консультации, женщины, которые настроены на финансовый неуспех, она всегда притянет мужчину с низкими финансовыми доходами. И оба они будут в этих отношениях находиться в зоне комфорта. И тогда не нужно ничего менять. Не нужно менять никакую финансовую свою программу. Мужчины же с заниженными финансовыми ожиданиями чаще всего притягивают женщин, которые в их жизни начинают тратить все деньги, тратят их просто, ну, конец. Так что денег не остаётся. И снова, всем хорошо, все остаются в зоне своего комфорта. Меняться не нужно. Не страшно становиться богатым. Понимаете, да? Один из самых познавательных способов и точных, и верных узнать свою денежную программу и показатели своей успешности. Выглянуйте на свои результаты. Проверяем свои кошелёчки, карточку банковского счёта, оцениваем свои доходы, подсчитываем стоимость своего имущества и так далее и тому подобное. Смотрим на свои доходы бизнеса, на свои вложения и отвечаем самому себе. Мы вообще склонны больше тратить, копить или всё-таки разумно распоряжаться средствами. Вот, там кроется программа. На какой из трёх вопросов вы для себя сами ответите? Ещё задайте себе вопрос, а насколько вы вообще в финансах последовательно? Легко даются деньги или сложно? Понимаете? А какое ваше взаимоотношение с окружающими в отношении финансов? И тут столько программ, и столько убеждений полезет. Что вообще для вас деньги? Постоянная борьба? А что делать? Мы подходим. Мы подходим. Я вам сейчас практически даю подсказки для следующего упражнения, поэтому не торопите события. И когда вот эти я вопросы вам задаю, вы можете себе на листочке отмечать. А точно, слушай, вот я больше деньги борюсь за них или они ко мне легко приходят? Вот, у вас собственный бизнес или вы наметный сотрудник? Вот я в своё время сделала вывод, что собственный бизнес – это ужасно, тяжело и неприбыльно. И пошла по стратегии карьеры. Хотя, честно говоря, сейчас я понимаю, что как раз мой темперамент, мои лидерские задатки – это только для того, чтобы создавать свой бизнес, свои собственные проекты. И моё вот ложное убеждение, взятое с примера родителей, сыграло со мной 20 лет злую шутку. Понимаете? Там, ого-го, где я была, если бы я так не придумала себе это убеждение. Почему-то мне не хватило ума посмотреть на соседей, которых был прекрасный свой частный бизнес, и они зарабатывали в десятки раз больше нас, при этом работая меньше. Вот мне просто как-то не додумалось я на них посмотреть. По поводу финансовой программы хочу вот вам ещё такой привести, даже не пример, а метафору, связанную с кондиционером. Вот финансовая программа, она работает именно по принципу такому же, как работает кондиционер. Если, например, в вашей комнате постоянно работает кондиционер, и в комнате, например, 22 градуса, так, прохладненько, скорее всего, потому что в кондиционере задана такая программа. Предположим, вы в комнате открыли окошко, вам холодно, вы забыли про ваш кондиционер, а на улице жара, и у вас в комнате через время поднялась, конечно же, температура. Что произойдёт с кондиционером? Кондиционер, который, например, выключился, он со временем снова включится и будет поднимать, опускать эту температуру до заданной в программе. Ну, и то же самое случится наоборот. Вот единственный способ навсегда изменить температуру в комнате, это запрограммировать тот нужный, то нужный цифр, который вам интересно, перепрограммировать ваш кондиционер. Вот этим можно навсегда изменить уровень доставка. Это я вам про то, как важно заниматься, отслеживать своими финансовыми убеждениями. И вот тут мы приходим к вам, с вами подошли к упражнению. Это моё одно из самых любимых упражнений. Я его лично проходила, считая его максимально эффективным, наверное, самым эффективным, который можно сделать. Его можно делать в онлайн-режиме, но идеально он работает в живой группе. Оно круто диагностирует, то, что с вами происходит, откуда вы набрались всех ваших программ. И чем оно хорошо, как только вы осознаёте, откуда вы взяли эти программы, чьим голосом звучат те голоса, которые к вам поприходят. Уже даже иногда достаточно этого. Это как в тёмной комнате просто вроде бы как ворвался свет, и иногда даже ничего не нужно делать. Если есть более стойкие, глубокие убеждения, то есть техники, которыми можно работать с убеждениями. Но на этом этапе важно их всех достать. И их, поверьте, достаточно, достаточно много. Так, Сергей пишет, а я предлагаю монеты везения, старые монеты, которые принадлежатся богачам и местным людям. Хорошо. Итак, в чём будет заключаться упражнение? Я буду вести вас по этому упражнению, я буду рассказывать вам, что делать, и вы будете потом расслабиться, постарайтесь, чтобы вас ничего не отвлекало. Вам нужно будет параллельно быть и в самом себе, и в вебинарной комнате. Вам нужно будет так расслабиться, чтобы погрузиться в самого себя и представить всё то, что я говорю, и быстро возвращаться, когда нужно написать в чат, ответить, что там вы увидели, почувствовали, услышали. Понимаете? То есть упражнение непростое, вот, каждый по-разному настраивается, то есть вроде как настроился тут, вот что-то видел, и тут же надо в чат обязательно написать, потому что я могу дать какой-то ценный комментарий. Итак, кто готов, поставьте плюсики. Кто готов, поставьте плюсики. Давайте ставим плюсики. Кто готов прямо сейчас найти, что ему мешает быть богатым и успешным, ставим плюсики. Отлично. Итак, представьте, расслабились, расслабились, представьте, мы сидим в комнате все вместе с вами, это не вебинарная комната, это комната, где мы все с вами сидим. Можете прикрыть глаза, и будет легче так сосредоточиться. Ваша задача закрыть глаза, расслабиться и представлять. Я вам даю задание идти из этой комнаты на улицу, чтобы вы выполнили задание в реальной жизни, на реальной улице, в вашем городе. вот вы выходите, идете по улице, и что вам нужно сделать? Вам нужно найти, подойти к какому-то количеству людей, незнакомым вам, при этом есть условия, нельзя выбирать детей, нельзя выбирать людей без определенного места жительства, нельзя выбирать алкашей, то есть нужно выбрать нормальных, адекватных людей, таких же, как вы, обычные люди. Неважно, к какому количеству людей вы подойдете, но важно, чтобы именно три человека из всех людей, к которым вы подойдете, взяли у вас в подарок сумму не меньше одного доллара, то есть вам нужно подарить трем людям деньги. в вашем уме это надо сейчас делать, так как мы находимся не в живой группе, нужно сделать это в уме. Вы на улице дарите трем людям сумму не меньше одного доллара. Итак, выходите, я задание сказала, представьте, подходите к любому количеству людей, сколько угодно, не ждите, пока я закончу текст, я просто вам помогаю сейчас. Возможно, эти люди, которых вы найдете, не примут у вас деньги. Возможно, примут эти деньги. Важно, чтобы вы им их подарили. Причем, нельзя объяснять. Объяснять нельзя. Рассказывать сказки про больных детей или еще что-либо, или благотворительность нельзя. Вам просто нужно подарить. Начали. вот вы идете. Смотрите, задание, секундочку, задание такое. Вам нужно трем людям будет подарить деньги не меньше одного доллара, а потом трем людям, у трех людей попросить не меньше одного доллара. Итак, вы идете по улице. Первый вопрос. Что вы будете делать вначале? Просить или дарить? Напишите в чат, что вы будете, что вы готовы делать сначала? Дарить или просить? Дарить, дарить, дарить. Так, все слушали внимательно, у всех нормально все с программами, отлично. бывает просто так, что люди в первую очередь хотят попросить деньги, то есть есть страх остаться без денег. В нашей аудитории этого нету. Идем дальше. Вы пришли на какое-то место, пусть это будет рынок, вокзал, торговый центр, ну, это место, где много людей, центральная улица, что угодно. Вокруг вас много женщин, много мужчин, пожилых. Есть страх, что они не принят дар. Ну, хорошо, запомните это ваше ощущение. Вот эти люди все вокруг вас и постарше, и помладше, и кто-то более деловито выглядит, а кто-то скромный. Вы всех этих людей как-то воспринимаете. Как вы их выбираете? Задайте себе вопрос. Как вы их выбираете, чтобы подойти и дать им эти деньги в подарок? Что там у вас в голове происходит? Кого вы выбираете? Вот представьте этого человека, произошел этот выбор, вы достали купюру, протягиваете ему. Первый вопрос. Какие слова вы говорите? То есть в чат напишите, какие. Класс, ну, да, я буду попроще работяги. Так, с какими словами вы даете? Обратите внимание. Вы просто дарите, или вы как подачку даете, или вы придумываете историю, почему вы даете. Так, важно, чтобы вы запомнили или записали и себе тоже все то, что вам приходит в голову. Итак, вы уже знаете, вы выбрали человека, вы дали ему, вы знаете, что происходит у вас в голове, какие мысли у вас мелькают, вам нужно сейчас их тоже записать. У кого, какие мысли сейчас в голове, есть ли у кого-то там неловкость, нелепость ситуации, стыд, страх, что не примут, что отказут. ой, я дарую тысячу долларов в гарнии, девчине, ну здорово, с открытым дружнательным лицом, начинаю с доброй путь улыбка, отлично, что в голове, давали от сердца, никто не взял, Елена, задача все-таки денежки дать, ищите другого человека, смотрите, Елена, в вашей голове именно этот образ человека возьмит, который от вас в деньги не берет, обратите внимание, как это отзывается в вашей жизни, ищите другого человека, представляйте кого-то другого, кто эти деньги возьмет, полбасит немного, но отпускает, Алексей пишет, Светлана, присутствует неловкость, Алексей, хотя страх, что не возьмут сильный, Виктория Стрецук, да, я вас очень прошу, отнеситесь к этому, как будто бы вы, вот реально, вот сейчас надо идти и как будто бы на улице просеять, и это все не в шутку, и это не вебинарная комната, вот реально, вот если бы на слабой взяли, что бы, какие бы вы чувства испытывали, Дмитрий, в сердце легко, в голове ясно, в голове улыбка, боязно, но приятно, Алина пишет, Елена передала многим людям, никто не берет, хорошо, Елена, просить легче, так, не спешим, не спешим, не спешим, еще пока даем первому человеку, что теперь важно, вы даете первому человеку, и вот это самое, самое важное, те все ваши мысли тоже для нас, для работы ценные, но что самое важное, с какими словами, особенно вот Елена Гончарова, вам отказывают, для тех, у кого взяли деньги, напишите, с какими словами у вас взяли деньги, а если есть те люди, которые не взяли, выпишите, с какими словами отказывали, вот это и есть ваши истинные внутренние убеждения в отношении денег, вот именно эта самая фраза, я не знаю, как устроен механизм в нашей голове, что мы выбираем того человека, которого провоцируем сказать ту фразу, которая на самом деле у нас в голове по поводу денег, Алексей, не так ли молча вы отказываетесь от денег в вашей жизни? Елена, я давала со словами, возьмите, мне хочется вам подарить, но не брали, они не брали, молчали, или они конкретно что-то говорили, задайте им тогда вопрос, а почему вы не берете, почему вы не взять? Пусть это будут как будто вам мысли о том, что бы они вам сказали, или Алена пишет, как порча, или как ненормальная, Алена Дунаева, смотри, у тебя приход денег в твою жизнь уже ассоциируется с тем, что деньги нанесут вред, это убеждение, это убеждение, оно не связано с порчей, оно связано с убеждением о том, что деньги могут принести в жизнь вред. Так, Петхожу до Бабули, вонакажи, Тану до Тешоты, и вы, возможно, в своей жизни также говорите себе и своим деньгам, да ну что вы, и так, Алексей, возможно, Алина, отказ, нет, спасибо, не нужно, Алина, в чем вы отказываете себе и своим деньгам в вашей жизни? Вот как вы отказываетесь от денег в своей жизни? Вот это все ваши слова в голове ваши, с которыми вы живете, которые в ваших программах, очень важно, вспомните, а кто вам эти фразы в жизни говорил? Чьими голосами эти люди с вами сейчас разговаривают? Это бабушки, это ваши мамы, это, возможно, ваши соседки, ваши тети, может, это учительница ваша, так, убрали с улыбкой, удивлением, искренностью и благодарностью, кто-то недоумевает, зачем, кто-то смеется, шутка, кто-то берет с благодарностью, все, так, смотрите, три человека должны были взять у вас сумму не меньше доллара, как минимум, вы должны были получить, если все три человека взяли, вы должны были получить конкретное слово, не может быть такого, чтобы человек взял у вас и ничего не ответил, вот эти все три слова вы должны выписать, это ваше убеждение, они могут быть очень развивающими и очень хорошими, например, спасибо, мне приятно, и это ваше убеждение, что за деньги, деньги приносят в вашу жизнь приятные ощущения и благодарность, и тогда это развивающая программа, если, например, вам отказывали, с какими конкретно фразами отказывали, это все нужно выписать себе на листочке, вы с этим должны будете работать, тетка только головой мотала и улыбалась, ей вроде было неловко брать, Ольга, точно так же в жизни, и вам неловко брать деньги, озвучивать суммы, поднимать чеки, удивляются, Светлана, удивляются и берут или удивляются и отказываются, а мужчины не отказывались, о, ну мужчина, ну молодец, Ольга, дали, прям мужчинам пошла, дала, отлично, а мужчины не отказывали, ну разве кто-то просто так без причины может отдать похожему и случайному человеку деньги, Елена Гончарова, вот и убеждение, разве просто так деньги могут прийти в мою жизнь, рад, что хотелось давать не самым страждущим, Алексей, а если бы я не сказала, пошел бы давать самым страждущим, мне не надо, Алена Дунаева, и очередное убеждение, мне не надо денег, другим больше нужно, записывай, будешь с этим работать, удивляются и берут, пожимают плечами, а что, благодарят или нет, Светлана, а как часто вы просто берете у жизни, у людей деньги и не благодарите, бывает ли такое, ну, я утверждаю, что это бывает, потому что сто процентов это упражнение работает, не могут отказать, потому что в народе, так, а что деньги просто так приходят в жизнь, Елена, они не просто так приходят в жизнь, но могут и просто так приходить, если у вас есть убеждение, что они не могут приходить просто так, то они никогда так и не придут, например, мне сегодня за день трижды позвонила три компании, корпорации, куда меня пригласили вести игру, и ценник очень высокий, поверьте, от тысячи гривен за человека, и вести игру надо людям, ну, командам от 15 до 30 человек, я ничего не делала, вот, в моей жизни сегодня трижды пришли деньги просто так, пока я готовилась к вашему вебинару, понимаете, вот вам, ну, есть варианты, когда деньги могут прийти просто так, некоторые берутся со слов, так, чаще всего не берут, ага, за это Вова не смехается, потом берут, Ростислав, а какие слова они говорят, ничего не говорят, если ничего не говорят, то, возможно, и вы в своей жизни не умеете благодарить людей или ситуации или самого себя за то, что вы зарабатываете деньги или получаете деньги, удивляются и благодарят, не могу придумать, что сказали, а как у вас узнали, а как про вас узнали эти деньги, не понимая, ко мне вопрос или в общей чатой, если давал с улыбкой и без зажима брали, даже по плечу похлопывали, мне очень приятно, им был удужен изручный вцем момент, Ростислав, вопрос к вам, почему вам изручно за деньги, если не изручно за деньги, то как, если, например, бизнес, он всегда работает на чужих деньгах, деньги приходят, деньги, это чужие деньги, вам платят за услугу, вас инвестируют деньги, то тогда нет возможности вообще эти деньги зарабатывать. Странная ты какая-то, есть, и такое, видите, Алена, Алена, очередное убеждение, так, вы уже проводите, получается, это деньги, это не просто так, да, но иной раз нужно очень много делать действий, и ты собираешь очень тяжелую игру, и не можешь добрать игроков, а вот сегодня я не понимаю, что произошло, я еще проанализирую это, то есть, как-то срезонировало мое убеждение, что деньги зарабатывают тяжелым трудом, ну, я, например, сегодня писала, я сегодня писала пост о том, что сегодня очень необычное лунное затмение, мне прям астролог моя позвонила и говорит, что Марина, будь очень внимательна ко всем мыслям и словам, ты сегодня особенно проводишь вебинар, или отмени, или практически каждое свое слово, контролируй и предупреди участников, потому что любое сказанное слово и мысль сегодня работает как программа, которая не имеет обратного действия, и самый сильный эффект эта программа будет иметь от четырех месяцев до нескольких лет, и она практически ее не очень сложно искоренить за этот период времени, поэтому я посчитала, что то, что мы проводим сегодня вебинар, это круто, я уже, я еще днем, как только она сообщила мне, я прорабатывала свое убеждение, зная, что у меня есть такое убеждение, деньги достаются, с тяжелым трудом, успех достается, тяжелым трудом, я прорабатывала, я сидела и писала, почему я так считаю, как есть у других, и вы не поверите, но вот за, я не знаю, за 40 минут до вебинара мне три звонка последовало, это, ну, это какое-то чудо, вот Лиля Шукурова, если ты тут, если ты, если ты будешь смотреть вебинар, не даст мне соврать, и Алексей Латенко, вот два человека мне позвонили, и еще одна девушка, я ее даже фамилии не знаю, она вот мне позвонила, это же 40 человек, нужно организовать кэшлоу. Итак, вы должны запомнить вот эти фразы. Скажите, вы все деньги отдали, правильно? Поставьте плюсик, кто деньги отдал. А к какому, Елена Гончарова, удалось ли вам отдать трем человекам сумму не меньше доллара? Угу. Так. Нет. Елена Гончарова, вам нужно, ну, бывают такие случаи, если в живом тренинге отправляешь участников, редко, но бывает, когда человек не может никому, ну, никто не берет, и это такое убеждение, так тяжело расстаться с деньгами. Как правило, это убеждение говорит о том, что, Лена, вам сложно расстаться с деньгами. А бывает такое, что, даже разрешаю же, давайте детям, давайте там, людям без определенного места жительства, и даже те не берут. И нужно уговаривать, что вы взяли. Это такое вот жесткое сопротивление. Мне первые два взяли, третий отказался. Что значит? С какими словами отказался? Самое важное, с какими словами отказались. Не важно, сколько отказалась, и не важно, какую сумму, может быть, вы больше доллара дали. Самое важное здесь, с какими словами взяли, или с какими отказались. Нет разницы, Алексей, кто взял. Есть разница, какие были произнесены слова. И важно, какие мысли у вас были, когда вы должны были выполнить это упражнение. Допустим, да я буду глупо выглядеть, да это вообще ненормально, да люди вообще деньги не берут, или там я буду смешно выглядеть. Это тоже убеждение. То есть у вас там целый ворох, все, все, все мысли, которые к вам придут, это есть либо ваши развивающие убеждения, либо ограничивающие, и все в отношении денег. Нет, мне легко расставаться с деньгами. Алена, отлично. Почему же тогда люди не берут, они же в вашей голове, понимаете? Смотрите, это в вашей голове, люди не отвечают, не берут деньги. Это только, ну вот, это так сложно осознать, это упражнение работает 100%, вот просто, ну, доверьтесь мне как тренеру. Нет, спасибо, тала 5. В реальной жизни я щедра, и люди берут, а вот похоже, в упражнениях не взяли. Леночка, я поздравляю, вы нашли, возможно, очень важное свое убеждение, и если вы с ним поживете, почувствуете его, расшатаете его, то у вас другие результаты будут. Смотрите, сегодня вы его увидели, да? вы его увидели, хотя бы позвольте себе быть в иллюзии, что это мое, возможно, убеждение. Я бы хотела попробовать его поменять. И тогда может что-то поменяться в жизни, и если вы увидите новый результат, то легче будет с ним работать. О, пришло, мне не надо, прям ребру, ладони, как отрезал. Жесть, картинку, конечно, трясет. Алексей, мне не надо, правильно? А как же не надо? А как же зарабатывать деньги? Как же развивать проекты? Где же брать деньги? Не это ли фраза, да, которой ты отказываешься от возможностей? Вот не это ли фраза, которая возникает у вас на протяжении ну вот всей вашей жизни? И вспомните обязательно, чьим голосом она звучит. Возможно, вам удастся. А пояснивают, не по трибну, пояснивают, и не по трибну. Такая завданья. А как можно просить деньги? О, теперь мы пришли к заданию, следующему, второму. Поставьте плюсики так, что вы готовы ко второму заданию. Мы сейчас будем просить деньги. Есть. Мы сейчас будем просить деньги. представьте, что вам в реале нужно сейчас это делать. Мы будем сейчас вытаскивать самые глубинные вещи, связанные с приятием и отдачей денег. Более эффективного упражнения, поверьте, я не знаю. За пять минут, не ходя к психологам, психиатрам, и на тренинге вы можете очень-очень много о себе узнать. Итак, вы вышли, вы уже, я так понимаю, начали где-то, вы вышли на улицу, и снова толпа людей. Детям не даём, бомжам не даём, алкашам не даём. С какими мыслями вы идёте просить деньги? Не меньше одного доллара. Переводите кому-то в какую-то удобную валюту, в гривна, доллар, но не меньше одного доллара. Так, Елена просила, все дали. Лена, ну, в принципе, закономерно, учитывая, что никто не брал у вас, то вам, по идее, должны были все дать. У вас, да, потому что вам сложно расстаться, но своё вы возьмёте. Так, что это были за люди? Это были люди старшего возраста, среднего возраста, деловые люди, это были какие-то люди, которые у вас неприятные эмоции вызывают, приятные. Кого в этой толпе вы побаиваетесь, не хотели бы к ним подходить? Возможно, и в жизни у вас есть ситуации, что деньги пришли бы от этих людей, а вы как бы боитесь с ними коммуницировать. Давай во вторговом центре. Помните, что важная часть упражнения с какими словами люди отдавали вам деньги? Вы помните, да? С какими словами? Убеждение – это с какими словами люди брали у вас деньги и с какими словами люди отдают вам деньги. У кого-то возникает, кому-то, я вот помню, отвечали, вам не стыдно, вы же взрослая. Кому-то отвечали, я вижу, вам не нужно. Кому-то отвечали, ну, совершенно разные варианты. Что у вас? Что вам отвечает? Марина, мне несложно расстаться с деньгами. Эти слова не отзываются во мне. Елена, я не спорю с вами, но люди в вашей голове не брали деньги. Хорошо, возможно, вы не берете деньги, но вы же в упражнении, когда просили, вы берете деньги, то есть, ну, таптология, это противоречие. Но и верящие, извечайные люди дадут мне не гроши. Хорошо, это ваше убеждение. Ходите дальше в своих мыслях, пока не найдете того человека, который даст вам деньги. И у меня к вам вопрос. А когда вы просите деньги, как вы это делаете? Вы выдумываете какую-то историю, несуществующую, про электричку, паспорт или без больных детей? Или вы просто просите, подарите мне денежку, 25 гривен, или 50 гривен, или 100 гривен? Вопрос. Нет, не звучало в задании такого. Я к вам, я к вам обращаюсь. Если у вас не возникло желание придумать причину, по которой вам должны дать деньги, это прекрасно. Это нормальное, хорошее, комфортное взаимоотношение с деньгами. Если вам неловко просить деньги, и вы начинаете придумывать истории, это говорит о ваших убеждениях. Более того, ту историю, если есть люди, которые начали придумывать истории, конкретно ту историю, которые вы придумали, это как-то очень сильно резонирует в вашей жизни. Вы этими историями и в жизни прикрываетесь в отношении денег. Либо вы, либо эта история вам помогает зарабатывать деньги, либо наоборот, вы, например, кто-то говорит, вот у меня там, я не знаю, заболел ребенок, подарите мне деньги, или там мне нужно ребенку на обновке, подарите мне деньги. Для кого-то эта история будет, я не зарабатываю деньги, потому что у меня дети, я очень много трачу времени на то, что я с детьми провожу время, а в то же время, как для других людей, они начнут зарабатывать много денег, говоря, у меня же дети, как я могу не зарабатывать денег. То есть, это какие-то ваши истории о вас. Угу. Итак, то, что вы услышали от людей, которые давали вам купюры, это четкое указание о том, что у вас происходит в голове по отношению к деньгам. Где вы себя ограничиваете, где вы себя недооцениваете, где вы себя не любите, чего вы боитесь, не любите. выполненный результат первой части упражнений трех взрослых человека, которые приняли от вас сумму не меньшую одного доллара и три человека, которые дали вам сумму не меньшую, чем один доллар. Всем удалось выполнить. поставьте плюсик и минус поставьте тем, кому не удалось выполнить. Так, так, Светлана. Так, есть люди, которым не удалось и тем, кому не удалось, задайте вопрос себе, в чем сложность, почему вы не смогли, взрослый человек, в вашей голове найти причину, по которой вы либо взяли деньги, либо, там, если у вас не взяли деньги, почему, если вам не дали, почему. стыдно просить, пишите, это ваше убеждение, и смотрите, а если вам нужно просить оплату за свою работу, это убеждение работает так, что вы не будете дополучать тех денег, которые бы вы хотели. Если вы считаете, что пора бы уже вам поднять заработную плату, то вы тоже не пойдете за себя просить. То есть смотрите, какие цены вы платите. Итак, вторая часть нашего упражнения. Так, мне радостно, что вы так пишете в чате, вы так ожили, просто, вот я же говорю, что оно очень крутое, столько о себе за 5 минут можно узнать, что с вами происходит, да, как вы выглядите в тот момент, когда надо попросить или дать, как вы этих незнакомых людей выбираете, почему именно эти слова они вам говорят, а мысли ваши откуда они, да, представляете, еще важно, чтобы вы следили и возможно вспомнили, чьим голосом эти люди с вами разговаривают. Итак, у вас как минимум есть по 6 ответов для тех, кому удалось выполнить упражнения, а то и больше, там может и 20, и 30, и 40 ответов. Важно их все написать на листик, это то, с чем сегодня можно будет вам вечером поработать. Мама не унижается, как побороть стыд. Действие. Смотрите, помните, мысль всегда должна быть подкреплена действием, мысль не работает с мыслью, ну то есть, если хотите результат, то мысль не работает с мыслью, мысль всегда рождается для действия, если после мысли нет действия, не возникает результата, или остается старый прежний результат. Побороть, ответ в слове побороть, понимаете, как побороть? Просить, просить, да, это такая у вас будет духовная ваша техника, ваша, ну вот, техника развития вашей личности, вам нужно просить, вам нужно адекватно оценивать свою работу, а то и завышать немножко, потому что, я так понимаю, там, ну, сложно это делать, и просить. Найдите компаньон о себе, который, поговорите с ним, и пусть он реально адекватно оценит там стоимость вашего труда, стоимость вашей работы, стоимость вашей компетенции, и сравните с тем, как вы оцениваете себя, вот, возьмите таких людей пять, которым вы доверяете, и вы увидите, что, возможно, ваша самооценка и оценка их им и вас будет совершенно разная. Итак, вторая часть упражнения. Три человека отдали, три человека попросили. Что сейчас нужно сделать? Итак, подбейте баланс. Сколько денег у вас сейчас на руках? Сколько денег у вас сейчас? Вы должны были три раза отдать, вы должны были три раза получить. Пишите с плюсом или с минусом, пожалуйста. кто-то в плюсе, кто-то в минусе, кто-то в ноль. Это упражнение кому-то принесло убыток, кому-то прибыль, кому-то кто-то остался при своих. Обратите внимание, как это связано с вашей жизнью. О, Аленочка, поздравляю, плюс сто, круто. Как связано это с вашей жизнью? У кого похоже? Кто работает себе в минус? Ну, то есть, кто недополучает, считает, что он недополучает? Кто действительно, вот, его поток денежный, он больше, чем то, что он тратит, и он доволен тем, какой достаток. Можно иметь больше, хотелось бы иметь больше, но сейчас, да, меня устраивает удовлетворяет. То есть, у кого похоже с жизнью, а ну-ка поставьте плюсики. И то, как это похоже на то, что происходит в вашей жизни, в вашей работе, в вашем бизнесе, в вашем фрилансе, в том, в чем вы зарабатываете. задание. А кто заметил, что задание не было выйти в ноль, кроме тех, у кого с плюсом? Задание было три раза подарить любую сумму не меньше доллара и три раза попросить любую сумму не меньше доллара. Да? А у кого промелькнула мысль, что сначала нужно попросить деньги, чтобы потом не остаться в нуле? Есть такие люди? Напишите, я, у меня есть ли люди, у которых промелькнула мысль, что лучше бы надо было попросить, а потом давать, чтобы не остаться в нуле? Так, я давала по пятьдесят, я думаю. Угу. 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 Ага, Елена, смотрите, вначале было четко, это очень диагностично, тоже немного людей бывает, сначала было нужно отдавать, а потом просить. Если вы сделали наоборот, а я три или четыре раза на этом акцентировала внимание, потому что это одна из диагностик, да, что у вас так включается чувство страха, мы можем его оправдывать, я просто так поняла, но на самом деле глубоко подсознание так включается чувство страха, что вы слышите, что надо сначала было брать. Да, это нормальное взаимоотношение с деньгами взрослого человека. Сначала мы отдаем, потом получаем больше. Вот как часть из наших участников отдали, потом получили больше, это здоровый работающий вариант. Но большинству людей, к сожалению, он недоступен, он заблокирован из-за вот этих вот работающих программ, а программы это те фразы, которые вы сейчас обнаружили, когда вам люди давали деньги и когда вы у них просили деньги. Кстати, в бизнесе точно так же. Вы даете клиенту ценность, а клиент вам готов заплатить больше, чем ваша себестоимость. Правда же, клиент всегда платит за ценность, а не за себестоимость для вас. Вот. И уверена, что большинство из вас, просто такая живая беседа была, ну вы не писали ответы, но большинство из вас уверены, что слышали голос мамы. Как правило, просто из практики говорю вам, что большинство людей слышат голос мамы, что да-да-да, моя мама так говорила, я помню, бабушка и мама мне вот так говорили. Мы же сами себе не можем этими голосами говорить, а это их голосами все, вот они нам говорят, стыдно просить, стыдно брать, вот с этим нужно работать и разбираться. Мы будем это делать глобально и глубинно на тренинге 22-го, я сейчас вам ссылочку дам и вы проверьте, пожалуйста, чтобы эта ссылочка открывалась. А для тех, кто не попадет к нам на тренинг, кто не будет участником онлайн тренинга, друзья, проверьте, пожалуйста, открылась ли ссылочка, открылась ли ссылочка, чтобы вы смогли почитать. Скажу вам, что тренинг, там только наверное четвертая часть или по 50% того, что мы будем давать, потому что очень-очень много новых техник, там 20 упражнений просто даже не перечислено, мы не стали лендинг менять, вот то, что написано мы дадим еще плюс в два раза больше. Итак, как работать с убеждениями, теми, которыми вы нашли и программ, которые составляют вашу программу. Ну, первое, я вам в интернете очень-очень много техник, и вы можете их там в свободном доступе скачать и поработать с теми убеждениями, которые вы сейчас нашли. Что я вам сейчас даю? И это одна из там 10 техник, которые мы будем делать. Первое, что нужно сделать? Прочитать то, что все вот вы там выписали и это просто осознать. Да, это так, это в моей жизни. Нельзя что-то изменить, пока вы не знаете о его существовании и пока вы это не признаете. Второй шаг вы это понимание, осознав, что да, это есть, это сформировало мой образ смыслом. Да, вы поняли, кто был его источником. Окей, по какой причине это было тоже хорошо. Возможно, это был важный момент тогда в жизни и возможно именно когда вам говорили в детстве это работало для вас и это было хорошо, но сейчас это не работает. То есть вы осознаете, понимаете, как оно сейчас работает в вашей жизни, понимаете, кто это говорил, в какой период это, возможно, действительно было полезно, а сейчас не полезно. Например, что я имею ввиду? Ну, например, для мальчика десятилетнего сказать, что тысяча долларов это очень много, чтобы он случайно там не понес друзьям, не потратил с ними, чтобы, понимаете, то есть десятилетнему мальчику сказать, что тысяча долларов это очень много. Но 25-летнему мальчику сказать, Это убеждение «одна тысяча долларов много» — это уже ограничивающее убеждение, правильно? Поэтому осознали, поняли, что это сейчас для вас эффективно или неэффективно, а для этого надо вспомнить событие, которое сформировало это убеждение. Третья составляющая — отстраниться, как только вы понимаете, что вот именно такой образ мышления, такие мысли в вашей голове не соответствуют вашему личному самоощущению, вас это не устраивает, вы другой. Вы от этого отталкиваетесь, представляете себя сейчас таким, как вы видите себя в будущем без этого убеждения. Вот найдите непревзятую оценку, вот этому своему образу мысли. Вот как это можно оценить? Можно это довести до абсурда ещё. Вот дайте ту оценку, которую заслуживает это ваше убеждение. Это хорошо, это плохо, это для меня ужасно. Вот как честно-честно такую вот информацию, оценку даёте. Это убеждение сейчас, оно каково для меня. И понимаете, что оно для вас, для вашей личности, для ваших целей, задач и ценностей вообще давно не играет никакой ценности. Оно вам мешает сейчас. Понимаете, да? Вы смотрите, какие цены вы платите. То есть вы развенчиваете полностью вот этим отстранением, отстраняетесь от него. Вы и оно — это уже не одно целое, и вообще оно не о вас. Вы видите цены, которые вам придётся заплатить, если оно будет для вас жить, то есть жить дальше продолжать в вашей жизни. И третий, четвёртый шаг — перепрограммирование. Ну, перепрограммирование — это просто вы заменяете, а что же вы хотите взамен? То есть первый шаг — осознаём, мы с вами его сделали, мы его прописали, вы прописали убеждение. Понимаете, как он формировался, что было источником, какие были причины, и, возможно, они тогда, эти причины, сыграли для вас очень хорошую роль. А сейчас они не играют больше для вас роли важной, они мешают. Больше, вы поняли это, отстраняетесь. Отстраняетесь, то есть вы пишете, какие цены вы платите за это, что будет, если вы не откажетесь от этого. И понимаете, что ваши ценности и цели вообще идут вразрез с этим убеждением. И четвёртое — прописывайте, а как же вы хотите. И рисуйте образ себе себя уже с новым убеждением. И желательно, чтобы в жизни вы делали какие-то действия в отношении новых убеждений. Ну, например, деньги приходят тяжёлым трудом. Я осознаю, что это убеждение досталось мне по наследству от моих любимых и уважаемых моих родителей. Окей, принимаю, но я так не хочу. Я реально понимаю, какие ей цены я плачу. Я люблю все проекты, которые делаю. Я их обожаю, я обожаю эти проекты, но хочется немножко больше лёгкости. Вот к нему чуть-чуть больше лёгкости хочется. Что я могу сделать? Что я могу... Ну, как минимум. Если у меня не получается у самой, я обращусь к специалисту. Я вам честно говорю, что если у меня не получится как минимум до Нового года трансформировать это убеждение, я точно обращусь к специалисту. Хотя я сама всё время работаю, читаю, хожу на тренинги. Как максимум я могу отказываться от проектов, которые мне тяжелы сейчас. И больше посвящать времени самой себе. Ну, просто вот выделить два часа времени, когда я ни одним проектом не заняюсь. То есть я могу делать какие-то действия. Мысль, что не нужно заслуживать успех так тяжело, значит, я могу больше отдыхать. Как минимум, какое-то надо делать действие. Вот такой предлагаю вам алгоритм. Тем, кто знает, что сам не будет работать, я зову вас на наш практикум. Почему классно быть на практикум? И там есть группа. И с группой это всегда ярче, всегда с группой это быстрее, с группой легче. Это как через дымучий темный лес пройти. Когда ты сам идешь, и ты не понимаешь, что за следующим поворотом, и темно, и помочь, и поддержать, и подсказать некому. И когда идешь гурьбой, веселой, радуешься, веселишься, шутишь, там поддержали, там помогли, раз-раз уже и вышли. Вот. И групповая динамика придает больше скорости. Вот. И я вам скажу еще, когда приходишь в группу, в группе, группа будет в Фейсбуке работать, и вы по парам часто будете работать, вы сдружитесь. Вот. Каким-то странным образом очень многие люди подбираются с, ну вот, вот именно вот оказывается по том, что мне нужно было именно с этим человеком в пару стать. Либо похожие убеждения, либо этот человек уже это убеждение прожил. Вот. Еще таким чудесным образом это работает. Ну и естественно, мы как наставники будем очень много помогать. И я буду давать, не знаю, там, 50% практически обновленного тренинга с новыми крутыми упражнениями. Потому что каждые два месяца я сама что-то прохожу и обожаю все тренинги по финансам, всех коллег в Украине, в России, все тренинги я прошла. Сейчас осваиваю зарубежные тренинги. Поэтому все тренинги по финансам работают. Любой тренинг по финансам эффективен. Это я вот просто даже рекомендую не только себя. Есть возможность пойти в финансовый тренинг, в тренинг по психологии денег. Идите, не жалейте денег. Реально всегда окупается, ну как минимум. И как даже не максимум, а вот просто как следующий level up, это всегда больше доход. Вот. Либо какой-то неожиданный доход, либо твой стабильный доход увеличивается там на 20-30%. Ну честно вам сказать, вот 50% наших участников, у них увеличивается за ближайший год на 50%. Резкого роста там в 100% нет, но от 20 до 50% наблюдается у всех участников тренинга. Это просто вот такой классный эффект. И это нормально. Деньги – это благодарная такая энергия, субстанция. Как только туда фокус внимания уделяешь, так там и происходят результаты. Ну вот правда, это неоспоримо. Кому интересно попасть на наш тренинг и хочет задать вопросы, могу прямо сейчас ответить в чате. Я, конечно, для тех, кому, возможно, неинтересно сейчас слушать про наш тренинг, я тогда завершу вебинар. И что я вам пожелаю? Я вам пожелаю хорошо поработать с теми убеждениями, которые всплыли здесь, любым способом, убрать их, конечно же, и, ну, не знаю, идти смело к своим целям, работать над своим успехом, чтобы денег у вас было столько, чтобы вам не нужно было о них думать, чтобы вы не беспокоились от них. Желаю вам детей миллионеров и исполнения, конечно, ваших желаний. Всего доброго тем, кому неинтересно дальше с нами продолжать общаться на тему будущего тренинга. Я свою программу завершила, то, что хотела дать вам, дала. Предупрежу вас, ребята, если кому-то интересно получить запись вебинара, подключайтесь ко мне в Facebook, я сейчас дам ссылочку на свою страничку. Я щедро делюсь, я щедро делюсь записями вебинаров, но только я прошу взамен отзыв о вебинаре. Пишите, что было полезного. Я сейчас в чат дала ссылочку на свой аккаунт. Еще раз, вот, мой аккаунт. Можете постучаться ко мне в друзья. Возможно, там у меня уже 5000 друзей, я сегодня-завтра почищу френд-лист и добавлю всех, кто добавится сегодня и завтра ко мне. И если вы попросите вебинар, я вам дам ссылочку на отзыв. Напишите свой отзыв, что было полезного, что осознали, что было для вас открытием, что нового услышали, как поменяется, вы думаете, в связи с этим, что вы узнали в вашей жизни или что вы планируете предпринять. Буду вам признательна, потому что хочется, чтобы когда люди читали отзывы, тоже приходили на такие полезные вебинары. Он бесплатный, это те 10% моей благотворительности, которые я в виде своей работы отдаю в мир. Поэтому пусть больше людей. Я считаю, что здесь очень много было полезных техник, которые вот в таком небольшом полуторачасовом... Простите, простите. Простите, простите, это я случайно не туда нажала. Хотела совершить... Простите, простите.